Пять зарубежных книг, которые запрещали в СССР. Скотный двор Оруэлла был под запретом вплоть до перестройки. Неудивительно, повесть пародирует историю СССР и изображает вождей пролетариата свиньями. Несмотря на запрет, Оруэлл был популярен в сам издате. Слепящая тьма Кёслера считалась образцом антисоветской литературы. Писатель был коммунистом, но в период большого террора ушел из партии. Роман критикует сталинский режим и описывает политические чистки. Чуму Альбера Камю в 60-е хотел издать Твардовский. Повесть уже перевели и подготовили к печати, но в ЦК поступил донос, что Камю был исключен из французской компартии. В итоге публикацию запретили. Лолита Набокова тоже зарубежная книга, так как написана на английском и издана в США. Писатель перевел ее на русский, но в СССР книгу запретили. Не столько из-за ее содержания, сколько потому, что Набокова считали предателем. По ком звонит колокол тоже попал под запрет, хотя Хемингуэя любили в СССР. Но эту книгу решили не издавать из-за спорных моментов в образах коммунистов. Позже ее опубликовали малым тиражом для партийской верхушки. Лучшие советские экранизации классики. Русскую классику экранизировали десятки раз в разное время и в разных странах. Но часто именно советские фильмы признают эталонными. Мы выбрали лучший из этих киноадаптаций. «Война и мир» Сергея Бондарчука. Эпичный киносериал в четырех частях выходил с 1965 по 1967 годы. Съемки заняли шесть лет и обошлись в огромную сумму. Фильм получил премии «Оскар» и «Золотой глобус». До сих пор он остается самой полной, достоверной и признанной экранизацией романа. Анна Каренина Александра Зархи. Фильм вышел в 1967 году и стал одним из самых посещаемых в советском кинопрокате. Главные роли сыграли бывшие муж и жена – Татьяна Самойлова и Василий Лановой. Прошлый опыт помог им реалистично изобразить отношения героев. «Собачье сердце» Владимира Бартко. Повесть Булгакова впервые опубликовали через 60 лет после написания. А всего через год, в 1988 по ней сняли фильм. Эта двухсерийная черно-белая картина стала культовой и разошлась на цитаты. Фильм получил несколько советских и международных премий. Почему развалился СССР? Распад Советского Союза – сложная тема, вокруг которой много мифов и домыслов. Эти три книги помогут познакомиться с фактами, увидеть исторические закономерности, разобраться в причинах события и рассмотреть ситуацию с разных сторон. Егор Гайдар в гибели империи большое внимание уделяет экономическим предпосылкам распада СССР. Советская экономика была нестабильной, сильно зависела от рынка нефти. Страна с огромными тратами на оборону и кризисом сельского хозяйства не выдержала падения цен на нефть. Уильям Таубман в биографии Горбачева причины распада СССР называет прогнившую систему власти, в которой процветали укрывательства, некомпетентности, борьба с инакомыслием. Чернобыльская авария сделала эти проблемы очевидными, и Горбачеву пришлось пойти на преобразование всей системы. Михаил Зыгарь в книге «Все свободно» рассказывает о президентских выборах 96-го года, но также уделяет внимание распаду СССР. По его мнению, важную роль сыграло развитие российского демократического движения после первых свободных выборов в конце 80-х. Пять самых запрещенных советских писателей. Михаил Булгаков при жизни смог опубликовать лишь часть своих книг, и те проходили строгую цензуру и критиковались за антисоветское содержание. Запрещали самые яркие вещи — «Собачье сердце», «Бег», «Мастер» и «Маргарита». Бориса Пастернака первое время печатали, критикуя за трагичность книг, но доктора Живаго сразу запретили за неоднозначное отношение к революции. А когда писатель получил Нобелевскую премию, его подвергли масштабной травле. Евгения Замятина запретили за антиутопию «Мы», в которой власти увидели сатиру на коммунизм. Другие его книги перестали печатать, а самого писателя арестовали и вынудили покинуть Советский Союз. Александр Солженицын был одним из самых антисоветских писателей. За печать его рассказа «Захар Калита» уволили редактора «Нового мира». Потом запретили раковый корпус, а за архипелаг «ГУЛАГ» лишили гражданства. Владимир Нобоков был под полным запретом, как противник советской власти и эмигрант. Даже самые безобидные произведения не опубликовали, вплоть до «Перестройки». Зато его книги активно распространяли в сам издате. Пять самых недооцененных русских книг 20 века. «Чевенгур» Андрея Платонова. Писатель известен благодаря Котловану, но исследователи называют «Чевенгур» самым значимым в его творчестве. Это роман воспитания на фоне антиутопического строительства коммунизма. Перед восходом солнца Михаила Зощенко, известного автора сатирических рассказов. Сам писатель очень ценил эту автобиографическую повесть. В ней он ищет и анализирует истоки своих страхов и неврозов. «Потерянный дом» Александра Житинского. Роман, известный в довольно узких кругах, повлиял на творчество Дмитрия Быкова, Алексея Иванова и других. В нем один советский дом однажды перенесся в другую часть города. «Подвиг» Владимира Набокова – одна из самых малоизвестных книг писателя. Она вышла после великолепной защиты Лужина и поэтому осталась в тени. Это романтичная история о путешествиях русского эмигранта по Европе. «Обмен» Юрия Трифонова, пожалуй, самого недооцененного русского писателя, мастера малой прозы. Повесть рассказывает историю одной семьи с ее конфликтными слабостями и страхами. Читайте и слушайте на MyBook. Скидка в комментариях.